Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – использование списков на языке HTML. Попробно рассмотрим следующий вопрос. Использование списков на языке HTML в списке теги для создания списка вложенные в списки. В списке в языке HTML предусмотрен специальный набор тегов для представления информации в виде списков. Информация, представленная списками в языке HTML, устроится с помощью специального набора тегов. В списке является одной из самых популярных форм представления данных, как в электронном виде, так и в печатном. Со списками человек встречается практически ежедневно и повсеместно. В языке HTML используются основные типы списков – маркированные, номерованные, список определений. При организации различных списков используются теги UL, UL, DL, DIR, MENU. Различные типы списков помогают реализовать много разных возможностей. Приведем ряд случаев, для которых использование списков довольно удобно. Объединение фрагментов информации в единую структуру для придания удовочитаемого вида. Описание сложных пошаговых процессов, разложение информации в стиле оглавления, пункты, которые указывают на соответствующие разделы документа. Заметим, что приведенные выше пункты как раз неорганизованы в виде списковой структуры. Типы списков. К ним относятся, как и указывалось ранее, это маркированный список, нумерованный список, список определений. С помощью различных типов встроенных в документ списков могут быть реализованы самые разные возможности. Рассмотрим особенности построения списков различных типов, а также применение вложенных в друг друга списков. В этом слайде указаны типы списков, это маркированный, соответственно синтаксис его, нумерованный список, далее идет синтаксис, атрибуты приведены и список определений. Тут приведен у нас синтаксис. Значит, маркированный список, когда мы его назвали ненумерованными, неупорядоченными, теги OL, открывающиеся и закрывающиеся, значит, внутри располагаются все элементы списка. Тег LI, каждый элемент списка должен начинаться этим тегом. Самый часто используемый в любое качественное меню на сайте. Значит, маркированный список является одним из основных типов списков, которые реализованы в виде HTML. Другими словами, такой список называют ненумерованными или неупорядоченными. Последние названия используют как формальный перевод названия тег OL, которые реализуют в списке подобного типа в HTML документах. Чтобы выделить в маркированном списке элементы, используют специальные символы, которые называются маркерами списка другие. Другое название – булеты, от английского тегмин булета. Маркеры бывают разного вида, которые определяет браузер. При создании маркированных список используется тег контейнер OL, открывающий и закрывающий, в котором располагают все элементы списка. Открывающий список тег, как и закрывающий, обеспечивает перевод строк до и после списка, то есть отделяет список от основного содержимого документа. В этом случае не используются теги, обозначающиеся абзац или принудительный перевод строки. Все элементы списка начинаются с тега LI, list item. При создании тега LI не нужен соответствующий и закрывающий тег. Браузер, как правило, отображая документ, начинается все новые элементы списка с новой строки. Тег OL может содержать два параметра – компакт и тайп. Параметры компакт используются без значений и указывают браузер на необходимость вывода списка в компактном виде, уменьшение шрифта или расстояние между точки и т.д. Параметр тайп принимает значение диск, циркл и сквер. Его применяют при принудительном задании вида маркера списка. Конкретный вид маркера зависит от используемого браузера. Тег OL могут быть указаны, как и выше говорилось, два параметра. Параметр тайп может принимать следующие значения. В первом случае, этот диск, маркер отображается закрашенными кружками. Тег циркл, маркер отображается не закрашенными кружками. И тайп сквер, маркер отображается закрашенными квадратиками. Для вложенных маркированных списков на первом уровне по умолчанию используется диск на втором цирку, на третьем сквере. Параметр тайп с теми же значениями может употребляться для указания вида маркеров отдельных элементов списка. Для этого параметр тайп с соответствующими значениями разрешено указан в тег элемента Layout. Вот здесь у нас указан пример. В этом примере приведем вложенные списки. Нумерованный список представляет другой тип списков языка. Что мы другими словами его называем упорядоченными. Последнее название представляет собой формальный перевод названия take OL. Список этого типа, как правило, представляется упорядоченной последовательностью отдельных элементов. Отличие от обмаркированного списка заключается в автоматическом проставлении порядкового номера перед каждым его элементом. Вид нумерации зависит от используемого в браузере и задается одним из параметров тега. Нумерованный список при создании нумерованного списка используется контейнер OL, который содержит все элементы списка. От основного содержимого документа список отделяется открывающими и закрывающими тегами. Осуществляются переострыки до и после списка. Все элементы нумерованного списка начинаются от тега LI. Указываются три параметра Compact, Type и Start. Здесь приведены теги для использования нумерованного списка OL и тега LI. Такие, как и маркированные. Параметры тега OL, тега Compact, Type и Start. Параметр Type используется для задания вида нумерации списка. Можешь принимать следующие значения. Первый задает маркеры в виде прописных латинских букв. Второй задает маркеры в виде строчных латинских. Третий задает маркеры в виде больших римских цифр. Четвертый задает маркеры в виде маленьких римских цифр. И последний, пятый задает маркеры в виде арабских цифр. Теги OL могут быть указаны два параметра. Еще Type и Start одновременно. Параметр Start и Go позволяет начать нумерацию списка не с единицы. В качестве значения параметра Start всегда должен указываться натуральное число. Вне зависимости от вида нумерации. Тут переведем пример. Такая запись определяет нумерацию списка с прописной латинской буквой е. И для других видов нумерации запись Start 5 задаст нумерацию соответственно числа 5. Либо римской цифры 5 и так далее. Списки определений. Списки данного вида называют словарями определений специальных терминов. Каждый элемент такого списка состоит из двух частей. Первая часть элемента списка содержит определяемый тип, вторая – значение термина в виде списка. Для задания списка определений используется тег контейнер DL. Внутри контейнера тег DT отмечает определяемый термин, а тег DD – абзац с его определением. Для этих тегов можно не использовать закрывающие теги. Список определений будет выглядеть так – TL, DT, термин DD, определение термина DL и закрывающийся тег DL. Вложенные списки случаются, что бывает необходимо в элемент списка, принадлежащий одному типу, включить целый список любого типа. Это можно решить организацией многоуровневых или вложенных списков, на что мы можем произвольно выполнить вложения различных типов списков, однако при их организации нужно проявлять аккуратность. Тут приведен список определений. Тег DL внутри располагаются все элементы списка. Тег DT помечается определяемый термин. Тег DD – абзац с его определением. Итоги структурирования информации на веб-странице может осуществляться при помощи списка следующих типов – маркированного, нумерованного и списка определений, возможно смешанного списка. Спасибо за внимание. Продолжение следует...